Сегодня в этом видео поговорим с тобой о незапасной ли ты аэродром у твоего испанского мачо, с которым у тебя есть некие отношения, может быть виртуальные, а может быть уже даже реальные, и тебе кажется, что они перешли на новый уровень, и вы с каждым днем становитесь все ближе и ближе. Итак, сегодня смотри в этом видео, по каким признакам определить план А, Б или даже С ты у твоего испанского мачо. Давай проверим, оправданы ли твои опасения или то, что тебе иногда по ночам говорит твоя интуиция. Для тех, кто со мной еще не знаком, представлюсь, что меня зовут Екатерина, и в своих видеоинструкциях об испанских мачо я ставлю цель наполнить твою голову всеми необходимыми знаниями, которые приведут тебя к долгожданной цели уже скоро, чтобы ты уже в обозримом будущем из белорусской, украинской или русской женщины превратилась в испанскую замужнюю сеньору. Сегодня в этом видео речь будет идти преимущественно о виртуальных отношениях, об отношениях по переписке. Конечно же, я буду затрагивать и отдельные случаи, когда в реальной жизни, в личных встречах, ты можешь почувствовать неладное. Но очевидно то, что когда мы живем с мужчиной на общей территории, мы погружаемся в рутину. Гораздо проще увидеть, что есть какая-то интрижка на стороне, ощутить что ли кожей, что происходит что-то неладное. По переписке, конечно, обычно нашим славянским девушкам очень сложно определить, что все-таки происходит на самом деле. Что, например, скрывается за такой смс-кой, как, например, Вы знаете, девушки, это нормально. В любой стране это воспринимается как в порядке вещей, когда мужчины работают. И работают дуру, да, как говорится по-испански. Но не надо думать, что испанцы это какие-то исключения, да, на трудовом поприще, что они какие-то трудоголики, необыкновенные трудяги, что у них даже вот нету какой-то минутки, чтобы пообщаться с любимыми женщинами. Я вам хочу сказать, что это совершенно не так. Любой мужчина, влюбленный, у которого уже страсти, знаете, чуть-чуть даже подостыли, мы говорим о семейных парах, всегда найдет в течение дня время, мы говорим об испанских мужчинах-романтиках, чтобы спросить, как дела, как минимум. Чтобы отписаться, по крайней мере, о какой-то рутине в конце дня, что у него рабочий день подходит к концу, что хотя бы мы будем ужинать, что мы будем делать вечером, если речь идет о пятнице. То есть всегда есть место, чтобы написать даже какие-то обыденные, неинтересные, казалось бы, вещи. Что уж говорить о влюбленном мужчине. Испанец в этом случае, когда у него порхают бабочки в животе, когда у него, знаете, зудит такая страсть в штанах, то он обязательно будет вам написывать. Не так часто, как человек какой-то может быть творческой профессии, но в любом случае, даже супер занятой бизнесмен найдет минутку в то время, когда он пьет кофе, чтобы поприветствовать себя, чтобы написать какие-то элементарные вещи, как у него идет день, да что он запланировал на вечер, тем более, если у вас развиваются отношения на расстоянии. Если же твой мужчина находит всегда эту минутку после 11, после 12 часов ночи, когда ты уже спишь, когда ты уже заснула, либо сидишь и ждешь его, вставляя, как мы говорим, спички в глаза, то, конечно же, здесь речь идет о том, что ты у него не основной вариант, ты у него не план А, скорее всего, у него есть кто-то. И если мы говорим о встречах на территории Испании, когда ты проживаешь в Испании, и знакомишься, вот, например, с подобными элементами, которые тебе отвечают только по ночам, то речь, скорее всего, может идти здесь о мужчине женатом. Когда он урывает возможность, когда он заходит либо в душ, либо в туалет, либо когда его жена засыпает, либо уезжает на выходные с детьми к родителям. Бывают и такие варианты, когда этот мужчина тебе пишет, только лишь когда у него подвернулась такая вот удачная возможность попереписываться с тобой, а может быть встретиться. Именно такая надежда на встречу и тешит наших девушек, потому что они думают, ах, мужчина такой занятой, ну, слава богу, хоть по ночам не пишет, да и ничего страшного, подожду, овчинка выделки стоит. Девочки, не тешьте себя надеждами, знаете, какими-то иллюзорными мечтами. Этот мужчина, если в начале отношений не находит на вас время, то и по продолжении месяца-два у него эта переписка, ночная переписка, ни во что не разовьется. Второй очень интересный случай, который приходилось мне испытывать на моей собственной шкуре, выразимся грубо, но это так, это когда мужчина каждый раз, когда выходит на связь, приветствует тебя, ну, какой-то обычной типичной фразочкой «Hola, como estás?» и дальше начинаются вопросы, которые, по сути, сводятся к одному. Узнать, как ты. «Hola, como estás?» «И кеми квентас ой?» «И что ты мне расскажешь сегодня?» Да, о себе имеется в виду. Каждый раз этот мужчина интересуется только о тебе, ничего, ни одним словом не упоминая о своей жизни, о своей рутине, да как у него проходит день, да что у него происходит с работой, с родителями, я уж не знаю, с хобби. То есть в этом случае, девушки, мы попадаем в такую мышеловку, что нам кажется, мужчина интересуется искренне о нас, он хочет узнать нас как можно больше. Но обратите внимание на такую вещь. Если в ваших диалогах, если можно назвать это диалогами, потому что кроме вопросов «И кемас ми квентас?» «И кемас пассо?» То есть если в таких вот дурацких диалогах 80-90% переписки говорите вы, рассказываете вы, посвящаете его в подробности своей личной жизни вы, то вы знаете, это никакие не отношения, не виртуальные, никакие либо еще. Это черти что. Это мужчина, который держит вас как запасной вариант на тот случай. Если у него образуется какая-то лишняя минутка, чтобы попереписываться, чтобы, может быть, попросить какую-то со временем интимную фотографию, чтобы самоудовлетвориться. Либо, если этот мужчина иногородний, он поддерживает связь, предвидя в будущем, может быть, какую-то поездку, когда можно вас, например, выдернуть из вашей жизни, быстренько поужинать, быстренько отхватить свой кусочек бесплатного кекса. То есть, этот мужчина, он на самом деле не дурак. Он держит вас на коротком поводке, каждый раз на это вас больше, каждый раз узнает, чем вас можно зацепить, можно ли вас пригласить в обычный ресторан, либо все-таки для своего кусочка этого бесплатного десерта нужно чуть-чуть раскошелиться. То есть, вы, девушки, тут тоже мотайте на ус, да, вот этот совет, который я вам хочу дать. То есть, каждый раз, когда он появляется на вашем горизонте, в вашем WhatsApp, вы себе много не фантазируете. То есть, если вы видите такой перебор в переписке, сразу включайте стоп. В этой видеоинструкции я несколько раз буду говорить о каких-то противоположных случаях. Вот, например, в этом пункте, наоборот, когда вы переписываетесь с мужчиной, и он рассказывает исключительно о себе, то есть, он рассказывает про работу, он рассказывает про свою семью, родню, про родителей, про братьев, да как он планирует отпуск, да что он делал на святой неделе, на пасхальной неделе. То есть, вы вроде бы как включены в его жизнь, но не напрямую. Вы включены как подруга, которой можно рассказать все, даже иногда поплакаться в жилетку. То есть, это тоже не есть хорошо, потому что вы должны почувствовать, если вы до сих пор не почувствовали, потому что такая переписка может продолжаться, ну, не один месяц, да, то есть, мне рассказывали девушки, что они состоят в таких непонятных отношениях годы, годы, надеясь на что-то, что если мужчина так подробно о себе все рассказывает, значит, все-таки он с вами считается. Иногда он может даже советоваться, иногда он может даже просить вашу рекомендацию по тому или иному вопросу. Но здесь тоже вы должны интуиции своей почувствовать. Если он вас не включает в эти планы, если он рассказывает о предстоящем отпуске, и не задает вопрос, а не могла бы ты присоединиться, может быть, ты хотела провести этот отпуск вместе, то этому мужчине тоже нужно дать отворот-поворот, потому что мы для него запасной аэродром. Дальше такой забавный вариант, который у вас может случиться, с таким вот мужчиной, он всегда какие-то планы строит с вами, да, но эти планы не случаются. Почему? Потому что вечно у него что-то происходит. То у него ломается машина, если вы проживаете в Испании, и хотите встретиться с ним, вот чтобы попить кофе, чтобы прогуляться по парку, то у него что-то происходит на работе, что его задержал начальник, что коллега заболел, и ему надо в этот вечер остаться и вообще всю неделю работать до 12 ночи. То когда вы договариваетесь о том, что в следующем месяце проведете отпуск, ему этот отпуск не дают, либо что-то приключается в его семье. Как правило, испанцы, знаете, в этом случае, они очень часто находят отговорки, связанные со здоровьем. Либо со своим, либо чаще с близкими. То, что происходит по части болезни в семье, это как святое. Вы никогда не сможете обвинить человека, который не вышел на работу, потому что у него заболел ребенок, жена, что-то приключилось с родителями, потому что это вроде бы как антигуманно, да, никто на такое не пойдет, и в том числе виртуальная невеста. Вы не будете его прижимать к стенке, шантажировать, говорить, ну, если мы в отпуск не поедем, тогда мы расстанемся. Потому что в любом случае он вам скажет, да ты что, с ума сошла? Ты не понимаешь, о чем идет речь? Речь идет о жизни и о смерти моего отца, моей матери. В конце концов, у меня приключилось такое заболевание. Как я могу куда-то поехать, если у меня такая боль? И вообще девушки с единственным ежегодным отпуском в году, это нечто святое в жизни любого испанца, здесь нужно иметь ушки на макушке. Если вдруг в этот отпуск он вас не приглашает, либо у него что-то случается, вот как я вам перечислила выше, то это значит, что у него подвернулся вариант поинтереснее, и, скорее всего, он этот отпуск будет проводить с другой особое женского пола. Но никак не один, никак не на больничной койке, никак возле кровати у отца, держа его за руки. Да, испанцы очень семейные, но я вас уверяю, что если у них выпадает ежегодный отпуск, то редкий испанец проведет его вот в какой-то атмосфере рутины, проходя какие-то анализы, ложась на плановую операцию. Да, если случается что-то экстраординарное, например, как извержение вулкана на острове Ла Пальме, то да, да, отпуск в этом случае отменяется, безусловно. Но если вы некоторое время слышали его разговоры, его мечты, планы с вами провести отпуск там-сям, и вдруг они меняются, потому что происходит что-то, то имейте в виду, что вы у такого мачо запасной вариант. Дальше два типа сообщений, два вида признака, они очень похожи. Речь сначала я буду вести о мужчине маньянеро, мужчине таком утреннем, что ли, который с появлением первых лучей солнца, как вы думаете, просыпается с мыслями о вас. Такой мужчина, как правило, пишет всегда «Буэнос диас гуапа», «Буэнос диас эрмоса», «Кому тут энкуэнтрас», «Кому истас». И на этом сообщения все приостанавливаются. То есть его переписка дальше как будто бы парализуется. Да, вы можете несколько раз попытаться реанимировать интерес этого мужчины, но каждый раз вы видите одно и то же, что этот мужчина появляется только утром, дает вам какую-то надежду, и дальше он исчезает, и вы, как правило, думаете, что же такое я делаю неправильно, некорректно, почему интерес у этого мужчины угасает. Может быть, нужно как-то подогреть его, может быть, нужно рассказать о своих планах на день в какой-то забавной форме, в какой-то любопытной форме. И дальше, как правило, каждая вторая девушка начинает напрягаться, но это ни к чему не приводит, потому что эти смс-ки, я вам хочу сказать, скорее всего, ваш мачо рассылает еще трем-пяти девушкам, и дальше, если они оказываются в его поле зрения, если они живут в Испании, тем более, он выбирает наиболее интересный вариант для того, чтобы провести с ней уикенд. С испанскими мужчинами, которые действуют по прямо противоположному сценарию, то есть они отправляют смс-ки не утром, а только ночью, желая... То есть он вам будет писать всякую вот такую вот ерунду, связанную с пожеланиями хорошего сна. И дальше ничего. И можете проверить это потом на практике, что по прошествии двух недель, трех недель, этот мужчина сто процентов попросит у вас фотографию интимного характера. Потому что, ну, можете представить, да, эту обстановку, которая происходит вокруг него, если, конечно, он мужчина неженатый. Это мужчина-холостяк, который заскучал, вот он ложится спать, опять рассылает 50 девушкам вот эти смс-ки, и дальше смотрит, какая из них, как клиент, прогрелась больше. И дальше может попросить фотографии с Especialis, Unemachen in Lenseria. То есть этот мужчина дальше может развлекаться с вами, как его душе угодно. Вы, как наивная дурочка, конечно же, будете поначалу отвечать, думать, что, ай, все в порядке, ой, да как мило мужчина, засыпая, думает обо мне. На самом деле нет, девушки, вы для него в таком случае только лишь запасной аэродром. Есть еще один интересный тип мужчин, которые имеют несколько девушек вокруг себя, и вот при удачном моменте выбирает ту, с которой можно поразвлечься, никак не напрягаясь на серьезные отношения. Это мужчина-мечтатель. Это мужчина, который в переписке всегда планирует с вами будущее, рассказывает в мельчайших деталях просто о том, как вы поедете на уикенд в какой-то домик в горах, да как бы ему хотелось провести с вами ночь в каком-то крутом пятизвездочном отеле, где необыкновенная спа, где какой-то необыкновенный ресторан. То есть этот мужчина каждый раз бодрит вас, вы прислушаетесь, да, к своим ощущениям, что он вас возбуждает своими фантазиями, своими какими-то красочными картинками, но дальше ничего не происходит. То есть вы можете переписываться с ним полгода, вы можете переписываться даже с ним год, и этот мужчина только лишь будет строить планы с вами на словах. Получив очередной рассказ про то, как вы поедете в необыкновенный отпуск в январе 2035 года, вы напишите ему следующее. Если вы хотите все-таки распрощаться с этим мечтателем. Следующий интересный вариант, о котором я хочу с вами поговорить, девушки, это мужчина, который страдает ностальгией. Если вы видите в его переписке постоянно такую, знаете, романтику специфическую, с уклоном на прошлое, что вот вы, может быть, даже с ним встретились в реале два месяца назад или полгода назад, и он только и делает, что вспоминает вашу встречу. Какая вы были красивой, когда он вас первый раз увидел в аэропорту, да какая незабываемая ночь была у вас в таком-то отеле, да какое платье необыкновенное, фантастическое вы одели на первый ужин с ним. То есть, понятное дело, да, это может тронуть сердце любой девушки. Не надо в этом случае быть какой-то прагматичной, сухой, бесчувственной, безусловной. Это те моменты, которые любая пара, любой человек, когда входит в отношения, вспоминает и несет на протяжении всей жизни. Но здесь нужно отличать правду от каких-то уловок, да, от каких-то приемчиков, тех хитреньких мужчин, которые имеют несколько девушек, имеют несколько планов А, Б, С, Д, и дальше уже смотрят по обстоятельствам, с какой девушкой все-таки углубиться, начать серьезные отношения, может быть, перейти в какой-то реальный роман. То есть, девушки, вы можете бесконечно, да, слушать эти истории. Понятное дело, что их можно послушать месяц после реальной встречи. Но если это затянулось на полгода, не дай бог на год, и вы хотите, так сказать, вывести его на чистую воду, вы задаете вопрос, а когда конкретно произойдет наша конкретная живая встреча в реале? Масло масляное, но, тем не менее, вы меня понимаете. Вы можете поставить ему вопрос напрямую, вы можете поставить ему вопрос в более мягкой форме, можете выдумать какую-то историю, что вам необходимо просить или планировать следующий ваш отпуск, либо что у вас подвернулась возможность поехать в Испанию, как он смотрит на то, чтобы провести либо пасхальную неделю, либо рождественскую вместе. Если этот мужчина начнет юлить, либо говорить, что, ну, делай выбор сама, приезжай, я тебя встречу, что он никак не будет заинтересован ни в оплате ваших расходов, ни в каком-то планировании, то есть он не скажет, ой, здорово, значит, я сейчас буду бронировать отели, как ты смотришь на то, что мы поехали в Толеду, в Валенсию, то есть если вы этого не будете чувствовать, будете чувствовать какое-то равнодушие, что ли, то имейте в виду, что вы для него, скорее всего, запасной аэродром. Я хочу сказать, что в большинстве проблем мы виноваты с вами сами, потому что вся наша окружающая действительность, которую мы провели, кто-то 20 лет, кто-то 30, кто-то даже 40 лет, да, я имею в виду наши страны, весь этот социум делал из нас, старался, по крайней мере, делать из нас хороших, таких вот мягких, послушных девочек, которые никогда не задают вопросы напрямую, которые никогда не имеют собственные интересы, которые стараются угодить абсолютно всем, что на работе, что дома. Поэтому иногда стоит прислушиваться к себе, и женский век, хоть я являюсь полным антиэйджером, он у нас, согласитесь, не так долг, как у мужчин. Поэтому, если вы чувствуете своей интуиции, что происходит что-то неладное, что этот мужчина ведет себя не так, как он должен, в принципе, вести, на ваш взгляд, и с учетом того, что вы знаете на настоящий момент про испанских мужчин, да, что они заводятся и доводят таки дело до конца, то есть, если это не происходит, если идет какая-то тянучка, если идут какие-то непонятки в общении, в отношениях, то я думаю, что вам стоит задуматься и поискать вариант поконкретнее. Тем более, как это делать и на что обращать внимание, вы с моей помощью, слава богу, уже умеете. Об алгоритме построения отношений я говорю почти что в каждом видео, либо напрямую, либо между строк, поэтому я думаю, что в этом трудностей уже для вас никаких нет. Поэтому продолжайте смотреть мое видео и я вам желаю только лишь удачи на любовном фронте. С вами была Екатерина. Всего хорошего и астапронто! С вами был Игорь Негода.